Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад всех вас приветствовать здесь. Я представлюсь еще раз. Я Шевченко Максим Леонардович, журналист, доверенное лицо кандидата на пост президента Российской Федерации от Коммунистической партии Российской Федерации и Народно-Патриотического Союза России и Левого фронта Павла Николаевича Грудинина. Я считаю, что для меня честь и доверие лицом этого человека, храброго человека, человека, который прямо говорит о том, что происходит со страной, человека, который известен как человек труда, как ответственный и успешный предприниматель. Я неплохо знаю позиции левых сил в Европе, и коммунистов, и социал-демократов, и социалистов, и могу сказать, что никто из них, кроме отдельных узких сектантских групп, не выступает против партнерских отношений с теми, кто занимается вменяемым нормальным рыночным делом. Более того, левые люди всегда приветствовали специалистов, которые успешны в своем деле. Это была ленинская позиция, это была сталинская позиция. Я напомню, что лучший генерал царской армии, который известен всем по названию его выдающейся военной операции, генерал Брусилов, брусиловский прорыв, наверное, все слышали, в 17-м году принял решение сотрудничества с советской властью и был одним из создателей Красной армии. Белоговородейщина и разного рода клеветники рассказывают, что якобы семью Брусилова чекисты взяли в заложники. Ну, даже человеку, который просто даст себе труд посмотреть это, цитаты и высказывания Брусилова, понятно, что это все полная чушь. Это был его выбор как патриота, как профессионала. Равно как и генерал-полковник царской армии Сергей Каменев, замначальник генерального штаба царской армии, точно так же возглавил генеральный штаб Красной армии в 18-м году. Позиция Ленина, напомню, была такая. Если человек является специалистом в своем вопросе, в вопросе рыночных отношений, в финансовом деле, в военном деле, в вопросе земельных отношений, то большевики не гонят такого человека, а наоборот привлекают его к сотрудничеству. Почему? Потому что большевистская идея, левая идея, была и остается единственной подлинной национальной идеей как русского народа, так и других народов нашей страны. Потому что только под руководством Советской партии и Советской власти наш народ достиг огромных успехов в истории 20-го века. И только этот короткий период, он был по-настоящему независимым. Только в этот короткий период наша страна, ее правительство получало легитимность, получало право на то, чтобы руководить этой страной от народа, изнутри, через партию, через Советы, через другие институты, а не извне, из Вашингтона, Лондона, Парижа, Берлина, как это было с царской властью, с ельцинской властью. И не будем показывать пальцем, как это происходит сегодня, когда кое-кто пытается понравиться все время своим западным партнерам. Ни Ленин, ни Сталин не пытались понравиться никаким западным партнерам, потому что у них не было в этом необходимости. Их поддерживали миллионы людей. Русских людей, украинских людей, кавказских людей, тюркских людей. Советская власть была власть людей. Как всякий молодой проект, я сразу предвосхищаю вопросы про Сталина, как всякий молодой проект, строительство молодой нации, а это была молодая нация советская, она, естественно, совершала ошибки. Мое глубокое убеждение, которым, поверьте, я пришел непросто. Я много видел, много читал, был на войнах, видел самые разные вещи, которые, наверное, вы тоже многие из вас видели. Был и в Чечне во время войны, и в Югославии во время войны, и в Афганистане, и на Ближнем Востоке. И вот на Донбассе сейчас провел тоже буквально с первого дня эту войну, понимаете. Все это на моих глазах происходило. Мое глубокое убеждение, что только власть, основанная на признании народом, только власть, которая действует в интересах народа, может быть национальной и легитимной на территории нашей страны. И такая власть была советская. Надо ли восстанавливать прошлое? Я считаю, прошлое восстановить невозможно. Никогда невозможно. Но опираясь на опыт предыдущих поколений, извлекая из него лучшее, и отбрасывая, и правильно понимая, и анализируя ошибки, это, подчеркну, ленинская позиция, мы должны строить будущее. Нет иного будущего, национально независимого, национально суверенного, кроме как основанного на народовластие. Советы, прямая народная демократия, это единственная форма власти, которая выстрадана русским народом в первую очередь, в его истории, идущая еще из средних веков, и которую поддержали другие народы нашей огромной страны. Именно это привлекло к нашему народу и к нашей стране симпатии всего остального человечества. Именно поэтому Советский Союз и Советский проект был так популярен. Но нельзя восстановить, надо думать о будущем. Сегодня мы приступили к строительству будущего. Мы находимся, на самом деле, во многом в начале пути. И это надо четко понимать. И реакция власти сегодня на выдвижение Грудинина, безумная реакция, на мой взгляд, просто безумная. А она, я думаю, как ее объяснить? Ведь Павел Николаевич с самого начала протянул руку. Он же в первых интервью говорит, мы хотим сотрудничать. У нас есть проект восстановления России. Мы знаем, как поднять сельское хозяйство. Мы знаем, как защитить интересы бизнеса, малого, среднего. Мы знаем, как защитить интересы человека труда. И вот 20 шагов, наверное, многие из вас читали. Это программа Грудинина. Это написанная умными, профессиональными людьми. Грудининым, Болдыревым, Зюгановым, Глазев, хоть он советник президента Российской Федерации, тоже его программа была взята за основу. Многие люди левых патриотических взглядов участвовали в написании этой программы. Это не популистская программа. Если хотите, мы потом подробно разберемся 20 шагов. Но почему же такая безумная реакция? Почему такая потоки лжи? Такое давление оказывается. Чем это объяснить? Личным конфликтом. Ну да, наверное, он не скрывал, что он отбился пять раз от рейдерских атак. И он называл заказчиков этих атак в интервью. Это и, он сам говорил, три кита. Это крупная... Вы, наверное, слышали про скандал трех китов. Силовики и международные спекулянты были в этих трех китах. А отбиться от трех китов, это, конечно, пустить врагов на всю жизнь. Очень влиятельных. Он называл фамилию губернатора Московской области Андрея Воробьева. Конкрыто, конкретно. Он называл другие фамилии. Говорит, пять рейдерских атак. Попытка захватить его предприятие, не его личное, а в котором еще кроме него сотни людей являются акционерами. Он никогда не скрывал своих... Своей доли, своего участия. Но я еще раз считаю, что это нормальная позиция. Потому что мы помним из советского времени, когда, казалось бы, нам говорят, была уравниловка. Да нет, это не совсем так. Вот, допустим, мой дед, который родился в деревне белорусской, и в детстве говорил только на двух языках, на белорусском и на польском, как в западной Беларуси говорят, естественно, причем по лесу и диалекте, закончил жизнь профессором двух университетов. Причем по методике преподавания физики. Значит, МАПИ имени Крупская, властного педагогического, он был завкафедрой. Может, кто-то его помнит. Уисковий Васильев. В университете он защитил доктор Хабитус, значит, диссертацию. Он знал семь языков в конце жизни. Как доктор наук, как профессор, я помню, он имел право на дополнительную же площадь. И зарплата у него была неплохая, естественно, в советское время. Хотя он работал до самой последней дня. Поэтому то, что человек, который умеет организовывать что-либо, брать в пользу обществу, получает большую зарплату, это принцип социальной справедливости, который разделяла и советская власть. Это нормально совершенно. Другое дело, что человек не должен это делать за счет других людей. За счет их жизни, за счет их труда. Но совхоз имени Ленина это социально справедливая организация, где люди, работающие, получают большие зарплаты, реально большие зарплаты. Где они получают квартиры, реально большие квартиры. Где они имеют социальные блага, которые, в принципе, для любого работающего человека должны быть нормой. И, возможно, именно такая принципиальная позиция Павла Николаевича Грудин и вызвала к нему ненависть. Потому что те, кто его атакует, те, кто его мочит, те, кто платит своим сотрудникам по 10, по 12 тысяч рублей зарплаты и считает это нормой, конечно же, не могут позволить, чтобы им в противовес, как антитезу, показывали успешное социально ориентированное предприятие, в котором сотрудники имели трудовые контракты и получают в этом трудовом контракте. Поэтому причина ненависти Грудинину – это классовая ненависть. Надо называть вещи своими именами. Это именно классовая ненависть. Они боятся союза, национального капитала, социально ориентированного бизнеса, против которого никогда не выступали большевики. С левой оппозиционной партии, ставящей принципы социальной справедливости как свои главные принципы своей политики. Поэтому мы должны понимать классовую и политическую суть происходящего сегодня. Власть пытается запутать нас в каких-то там скандалах и так далее. Ну, так они и Ленина называли немецким шпионом. Действительно, на немецкий шпион, там на немецкие деньги, маленький человечек приехал и с немецким золотом создал революцию. Так они представляют величайшее событие трагическое и величественное в истории нашего народа. Их классовая сущность такова, что они не могут и бояться откровенного разговора о подлинных причинах кризиса, о подлинных причинах происходящих событий. Они пытаются дискритировать. Сталин у них, видите ли, параноик и сумасшедший, как Розинский написал в своей омерзительной книге. Ленин немецкий шпион, Грудинин, понимаете ли, мошенник. Все, кто выступает за интересы народа, все, кого они боятся и кому они в итоге проигрывают, как проиграли Ленину, как проиграли Сталину и как уверенно проиграют и сегодняшнему нашему, нашей народной коалиции, все у них представляются мошенниками и шпионами. Только они кристально честные. Вот вы живете в стране, которой правят кристально честные люди, 25 часов в сутки заботящиеся о вашем благе и о благе народа. Достаточно выйти на улицу, выехать за пределы Ярославля и посмотреть, какая это волшебная, восхитительная страна, социально ориентированная, как в ней прекрасно живут люди на селе. Я, кстати, помню в советское время, Ярославское село. У меня отец работал в геофизической партии под Данилом. И сказали, что-то еще. Папа мой руководил этой партией под Данилом. И я маленьким мальчиком приезжал туда. Ну, люди жили, наверное, нероскошно. Мы бились за то, чтобы в Москве эту клубнику продавать. Турецкую можно. Турецкую можно продавать. Израильскую можно продавать. Греческую можно. Дай Бог здоровья грекам. Я люблю этот народ. Я и турец. Ну, я всех люблю. Так хорошо отношусь. Но не в этом же дело. Дело в том, что рынок закрыт для нашего производителя. Власть принадлежит финансовым спекулянтам и крупным и крупным оптовым поставщикам. Это колониальная экономическая ситуация. Колониальная. Когда страна не производит. Когда, более того, экономические и финансовые элиты блокируют это производство. Не позволяют развиваться внутреннему рынку. Перейдем на язык науки и на язык политэкономии. Когда финансовый капитал заинтересован не в том, чтобы давать инвестиции в сельское хозяйство свое. В производство. А в том, чтобы закупить подешевле там плохое, привезти сюда, продать втридорого и вывезти деньги обратно. Я помню, в начале 2000-х Путин как-то сказал. Ему говорит, мне неком поговорить, не с кем поговорить о демократии, кроме как с Махатмой Ганди, пошутил он. Помните, была такая фраза? Владимир Владимирович, Махатма Ганди в ситуации менее жестокой для Индии призвал индусов к сопротивлению. Против завоза в Индию дешевых британских тканей он призвал народ Индии выйти на улицы индийских городов и ткать самим. Не покупать британское и ткать самим. И 4 миллиона индусов вышли под давлением британских полицейских на улицы индийских городов. Так может вам не надо с Ганди говорить, может вам с Грудином поговорить, который говорит то же самое. Перестаньте завозить в нашу страну колониальные товары. Дайте развиваться внутреннему рынку. Дайте льготы внутреннему производителю. Перестаньте гробить наше народное хозяйство. Дайте возможность людям подниматься нормально. Без рэкета, без коррупции, без рейдерских захватов. Павел Николаевич говорит об этом. Зачем Ганди-то? Вот говорите с ним. Как мы видим разговор не получается. Сегодня я впервые увидел доверенное лицо Владимира Владимировича Путина на дебатах. Это замечательный человек. Я знаю, это Владимир Николаевич Сунгоркин, главный редатор «Комсомольской правды». Это были дебаты. И Сунгоркин, которого я знаю много лет, это один из великих наших журналистов. Я уважаю его. И, кстати, тоже бизнесмен, потому что «Комсомольская правда» это успешный бизнес. Очень успешный. И, наверное, тут есть среди вас читатели «Комсомольской правды». Мне так было его жалко. Говорит, ну зачем же так говорить? Может, видел у вас кто-то эти дебаты, да? Ну все же хорошо. Я говорю, Владимир Николаевич, ну мы же из «Комсомолки» узнаем о реальном ситуации в стране, правда? «Комсомолка-то не врет, она описывает все это». Трудности бизнеса, разорение стильных газетов, ну да, ну, есть недостатки, но вот так вот, а как-то вот... Потому что порядочный человек не может врать. А он в целом «Комсомолка» — это газета, которую мы уважаем, которой мы доверяем. Понимаете, вот мы живем в таком каком-то двойном мире, из которого Павел Николаевич Грудинин. И мы, те, кто сделал свой принципиальный выбор, хотим вырваться. Потому что это вопрос не просто там личной карьеры. Ничего, никаких бонусов мы от этого не получили. И у него проблемы, и у меня проблемы, поверьте. И будут еще сильнее. Я прекрасно знаю, у меня нет иллюзий. Мы все прошли, и 90-е, и 2000-е прошли. И дальше будут проблемы. Я понимаю прекрасно, что это будет только по нарастающей. Но бывают моменты, когда просто невозможно больше просто жить по инерции, как раньше. Одну страну в 91-м, великую страну, за которую мы положили моря крови, мы просрали. Я сталинское слово употребляю. И это вина нашего поколения. Мы детям отдали вместо великой страны, которая переживала кризис. Кризис. Ну, кризис многие переживают. Вот Америка в 29-м году тоже переживала кризис. 7 миллионов безработных было. Великая депрессия. Слышали, наверное? Ну, преодолели решение. Рузвельт и Кейнси преодолели. Между прочим, кризис. Только у нас надо было развалить Советский Союз, объявить советский опыт черной дырой и разворовать все, что было построено. Вот я сказал, что отец мой геофизик, папа царство небесное. Вот все, что они исследовали в Каракумах, под Даниловым, по всей стране, бывший директор института геофизики вывез в Лондон. И теперь он, догадаетесь, кто? Правильно, миллионер. И так случилось со всей страной. Так случилось со всей страной. Поэтому я принял для себя принципиальное решение. Я не хочу, умирая, знать, что я просто свою страну, еще раз повторяю это слово, прошу, что я не просрал. Я оставил своему сыну и своим потомкам развалины за собой. Мы должны исправить эту ошибку, я считаю. Мы протягиваем руку Владимиру Владимировичу Путину, которого я лично считаю выдающимся политиком во многих вопросах. Во внешней политике. Я в Сирии во время войны бывал пять раз. До войны с Башаром Асадовым встречался. Правильный приход в Сирию? Абсолютно правильный. У меня не было... В Москве многие не знали, что за Сирия, что такое Сирия. Я говорю, правильно. Я сразу сказал, правильно вели войска. Это путь к миру. И мы видим, что мир придет на эту страшную войну. Донбасс, Крым. Правильно? Правильно поддержали. Я был наблюдателем и в Крыму с самого первого дня, и на Донбассе. Не было других решений. Даю вам слово. Не было других решений. Мы многие вещи делали... Ракету правильно сделали? Правильно сделали ракету? Нет вопросов. Можно было, конечно, мульчилим поинтереснее сделать на президентском уровне. Но это уж такие детали, которые мы обсуждать не будем. Значит, правильно. Но во внутренней политике так нельзя относиться к своей стране и к своему народу. Мы не приложение к их жизни. Сколько можно строить себе дворцов? Ну хорошо, один дворец. Мы все понимаем. Ну надо. Богатый человек дворец, наверное, должен быть. Да, там, как у Кощея Бессмертного. Но зачем тебе там 10 дворцов в разных точках страны? Или 20 дворцов? Зачем... Ну ладно, ну тебе. Ну, допустим, ты такой большой начальник, что тебе надо 20 дворцов. Ну мы тоже поймем. Мы русские люди терпеливые и понимающие. Кто-то любит съесть целый батон колбасы, а кому-то достаточно, там, не знаю, ломотя хлеба. Правда ведь? Ну мы, как говорится, никому не лезем в рот, там, в желудок. У каждого свои отношения с совестью. Но вся еще челядь. Все приближенные тоже по 20 дворцов. Да сколько же дворцов-то можно уже бесконечно, понимаете? Заповедные земли, вот, которые заповедник, которые в советское время приблизиться человек не мог просто так. Понимаете, сразу приезжал егерь или браконьер, там этот самый, значит, рыбнадзор, что вы тут делаете? Все мы это помним, да? В частной собственности многие. И на заповедных землях можно, оказывается, и забор построить 5 метров, который еще будет охранять охрана. И там будет отдыхать какой-нибудь крупный, большой, очень большой начальник от своих тяготных трудов. Да вы знаете, даже царская аристократия относилась как-то более вменяемо. Даже царская аристократия как-то задумывалась о том, а как там народ там. Утром мажу бутерброд, сразу мысли, а как народ? Вот, но поэтому мы говорим, мы же протягиваем руками, давайте вместе, да бог с вашими дворцами, вы сами с ними разбирайтесь, с вашей совестью. Ну хватит уже. Ну давайте уже строить дворцы молодежи, дворцы культуры. Как вот этот дворец, когда-то был построен прекрасный, да? Давайте строить больницы. Тут моя память опять срабатывает. Господи, когда я работал на Первом канале, я помню, мы рассказывали вам всем, за что я пошел прощения, конечно, о нацпроектах. Помните, был такой нацпроект здравоохранения? Все гремело и звенело этим нацпроектом. Голикова, больницы будут, поликлиники будут, МРТ будет в каждом, там, не знаю, колхозе, колхоза, правда, нет, ну не знаю, там, в каждом, ну в общем, везде будет МРТ. Все самое современное, все самое фантастическое, такое, что в Японии не видели. Я не знаю, может, вопрос к вам. Где-нибудь есть чего-нибудь похожее? На каждом углу в Ярославле качественное МРТ, правильно? За 2,750. Заплатил 3 тысячи. Великолепно все. Все хорошо, значит, отлично. Видите, значит, тут нам подсказывают из зала, что нацпроект здравоохранения. Я, правда, в больницах таких бываю. Может, конечно, там, где я бываю, специально, к моему приезду, все такое дело. Где штукатурка обваливается, где ничего не происходит. В платных больницах, да, все хорошо. В государственных, честно скажу, иногда боль берет. Поэтому и агроподдержки, у нас проект был тоже, да, и разное другое. И программа была такая 2020, помните? Была. В общем, много этого всего было, много этого всего еще, наверное, будет, хотя, мне кажется, они сами уже устали от всего, от этого. Поэтому наш кандидат, блок, который он представляет, коммунистов, людей левых взглядов, патриотов, этот блок предлагает власти по-прежнему не конфронтацию, а сотрудничество, выход из кризиса, программу развития сельского хозяйства, программу развития бизнеса, программу заботы о молодежи, программу развития здравоохранения, программу развития всех фундаментальных, фундаментальных позиций социальной, экономической жизни страны. Я лично верю, что то, что происходит, это не путинская позиция. Я знаю Владимира Владимировича Путина, несколько раз с ним встречался, ну, не так, конечно, тет-тет, чтобы чай пить, в компании с другим, а с Прохановым, например, он там с нами встречался, разговаривал, я помню. На мой взгляд, это вменяемый человек, который любит свою страну, у которого есть там понимание безопасности, пусть кому-то не понравятся мои слова, но поэтому мне трудно поверить, трудно поверить, что это вот безумие, которое происходит сегодня, что инициированный ему-то чего, как говорится. Он вот выступил в манеже, все, понимаете, там сидят, аплодируют. Там же никто не спрашивает, вопросов же не задает, а, наверное, были бы желающие ему задать ряд вопросов. Мы, конечно, понимаем, что человек, он не богатый. Вот я как раз сегодня говорил, у каждого кандидата опубликованы его имущественные данные. У кого-то там миллионы, да, вот Павел Николаевич опубликовал, ну, там есть он человек состоятельный, вполне, вопросов нет. У Ксении Собчак, там, Бентли, у кандидата Путина, в собственности, находится однокомнатная квартира в Питере, железный гараж, ГАЗ-21, 65-го года, и автомобиль Нива, по-моему. Очень бедный человек наш президент. Это ужасно думать, что президент твоей страны настолько беден. Я даже предлагаю скинуться нам всем, всем миром. Может, правда, помочь ему как, но неправильно, что у президента в собственности одна старенькая однокомнатная квартира. Начали скинуться? Надо продолжать этот вопрос, надо помочь. Мы все уважаем нашего президента и верховного командующего. Не должен он нуждаться, я считаю, просто. Судя по этой декларации, это что-то ужасное. Как же так? Человек работает, работает. И отбирает у него кто-то, наверное, все это. Поэтому давайте мы о нем будем заботиться и пусть у него будет все хорошо в его жизни. Но у нас наша жизнь, она в наших руках. И я считаю, что сегодня принципиальная позиция тех, кто заботится о конкретных и понятных вещах, о развитии территории, об экономике, о конституции, в которой сказано, что Россия — это социальное государство. Это совсем другая история. Мы должны быть солидарны друг с другом. Мы должны вести откровенный разговор друг с другом. Мы должны не бояться задавать другу вопросы, даже самые острые вопросы. Мы должны требовать разъяснений и ответа на самые острые вопросы. Мы должны доходить до сути, как доходили до сути те, кто построил величайшее государство в истории нашего народа, каким был Советский Союз, который, на мой взгляд, был вершиной на данный момент. Я-то верю, что наши дети еще лучше построят. Я не сомневаюсь в этом. Пока похвастаться особо нечем. Все даже достижения, которые сегодня нам демонстрируют, эта ракета, она фантастическая. Честно скажу, я, закончив Московский авиационный институт имени Сергея Родженикидс, знаю, что это проект «Авангард» 1987 года. Советский проект. Конечно, доработанный и, конечно, надо сказать, модернизированный, что внушает нас огромной надежды. Но хотелось бы, чтобы у нас и сейчас были новые ракеты, новые институты, новые Академии наук, новые ученые, новые, ориентированные на развитие народа, финансовые и социальные институты. Поэтому, чтобы это все было, и чтобы мне... И новый президент. Хотя, если будет старый, поменяет свою позицию. Проблем тоже нет. Не надо. Значит, новый, как скажете, мы эти деньги переводим, чтобы они там, как говорится, на американских бизнесменов, рабочих работали, а мы жили бы на проценты, которые мы продавали бы сюда под видом социальной помощи своему народу. Я думаю, что эта ситуация, может быть, была вынуждена. Я человек осторожный. Но мне кажется, надо уже двигаться вперед. И поэтому я, собственно говоря, и поддержал Павла Николаевича Грудинина и призываю вас это сделать. Я закончил. Теперь, наверное, попрощение.